Практическое задание На вашем экране будет появляться предложение, потом я предложу вам остановить воспроизведение записи, и вы должны попытаться нарисовать схему этого предложения. И только потом вы снова запустите воспроизведение и увидите правильный ответ, который я нарисую вам на доске, и буду сопровождать этот правильный ответ комментариями. Итак, предложение первое. Я шел по улице, поскользнулся и упал. Попробуйте нарисовать эту схему самостоятельно. Остановите воспроизведение. Итак, настало время проверить себя. Подлежащее здесь одно, как вы уже успели догадаться. Это подлежащее «я». А вот сказуемых несколько, буквально их три. Шел, поскользнулся и упал. И эти сказуемые еще соединяются союзом «и». Поэтому нам нужно нарисовать вилку, довольно красивую, в которой будет четыре зубца, три сказуемых и один союз. Я шел, поскользнулся и упал. Но у нас есть еще одно слово по улице. Эта информация относится к глаголу «шел». Она не относится к глаголу «поскользнулся» и глаголу «упал». Потому что подеж и употребление предлога «по» не позволяют нам отнести эту фразу к глаголу «поскользнулся» и «упал». Нельзя же сказать «поскользнулся по улице» и «упал по улице». Поэтому слово «по улице» у нас относится только к глаголу «шел». «По улице» косвенное дополнение, выраженное предложенным падежом. Следующее задание. Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен для выражения простых и естественных понятий. Предложение сложное. Остановите воспроизведение и потратьте время на то, чтобы разобрать его самостоятельно. Итак, вы немного помучились, настало время узнать правильный ответ. Подлежащее здесь, конечно же, русский язык. Причем это логически неделимое словосочетание. Хотя, если уж придираться, язык бывает разный. Но не будет ошибки, если вы напишите и так русский язык. И не будет большой уж ошибки, если вы напишите так. Язык. А язык какой? Русский. Или, в соответствии с требованиями старомосковского выговора, норма русской RFP, нужно будет говорить язык русской. Язык русской есть каков-то. И здесь перечисляется несколько именных частей составного именного сказуемого. Не забудьте нулевую связку, которая здесь присутствует. Русский язык есть богат, гибок и живописен. А вот именная часть сказуемого, которая после наклонной черты, у нас будет помещаться на четырехзубовую вилку. Три именных части и один союз. Богат. Гибок. И живописен. Три кратких прилагательных. Есть у нас еще слово чрезвычайно, которое относится к каждому краткому прилагательному. Язык и чрезвычайно богат, и чрезвычайно гибок, и чрезвычайно живописен. Следовательно, вертикальную линию мы будем вести от общей горизонтальной линии. Чрезвычайно. Это у нас обстоятельство степени. В какой степени он богат? Чрезвычайно. Но он есть богат, гибок и живописен для чего-то. Для выражения понятий. Для выражения. Это у нас косвенное дополнение. Для выражения. Это у нас родительный падеж с предлогом для. Поэтому косвенное дополнение. Для выражения чего? Помните, существительное выражение образовано от глагола выражать. Поэтому здесь при этом существительным, от глагольным существительным, будет прямое дополнение. Поскольку указывается на частичность объекта выражение понятий. Это не все понятия, а лишь некоторые из них. Для выражения понятий. А каких понятий? Простых и естественных. И эти два определения, простых и естественных, являются однородными. Поэтому тоже будут помещаться нами на вилку. Простых. Не забудьте «Союз». И естественных. Ювелирная работа. На самом деле мы немножечко размахнулись. Поэтому нам не хватило места. Я делаю вам важное замечание. Если вы не уверены, сколько места у вас займет та или иная схема, то либо подклеивайте бумагу с разных сторон, либо рисуйте схемы карандашом. Простым карандашом. И имейте при себе ластик. Для того, чтобы быстренько стереть схему и перерисовать ее заново. Вообще, я вам рекомендую, конечно, схемы рисовать карандашом. Итак, следующее задание. Часов в 10 утра. Почти внезапно и как-то неожиданно стих ветер. Попробуйте нарисовать схему самостоятельно. Остановите воспроизведение. Итак, что же у нас получилось? Давайте проверим. Подлежащее здесь, конечно же, ветер. Сказуемое тоже простое. Стих. Это глагол. Это несуществительное означающее стихотворение. Ветер стих. Когда он стих? Часов в 10. Логически неделимое. Словосочетание часов в 10. Какого времени суток? Утра. Но стих ветер двумя способами. Есть как бы два эпитета, показывающих образ вот этого стихания. Образ действия. Два обстоятельства образа действия. Внезапно и неожиданно. Это однородные члены предложения. Их следует поместить на вилку. И эти однородные члены соединяются со союзом И. Внезапно и неожиданно. Причем, внезапно, почти, обстоятельства степени, а неожиданно, как-то. Вот так нужно было записать это предложение. Следующее задание. Поручни, компасы, бинокли, всякие приборы и даже высокие пороги кают. Все это было медное. Попробуйте нарисовать схему самостоятельно. Удачи вам. Остановите воспроизведение. Итак, давайте проверим себя. Нетрудно заметить, что в этом предложении несколько подлежащих. Давайте их посчитаем. Поручни, компасы, бинокли, приборы и пороги. Пять подлежащих. Значит, пять зубцов у вилки и еще один зубец на союз И. Всего шесть зубцов. Шестизубая вилка – это страшное зрелище. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поручни. Компасы. Или, как говорят матросы, компасы. Бинокли. Приборы. Приборы не простые, а всякие. Это определение приборов. И даже. Это у нас союз. Пороги. А пороги чего? Кают. Обратите внимание, что это не глагол кают. Это существительное. Кают. Пороги кают. Вот такое у нас сложное, братья мои, подлежащее. Где бы нам поставить основную линию? Ну, поставим ее здесь. Подлежащее кончилось. Обратите внимание на то, что есть у нас здесь уточняющее слово. Все это. Поэтому, если вы поставили вместе со мной вот эту вот палочку, то сделали мы это рано. Помните? Обобщающее слово. При всех этих поручнях, компасах, биноклях, приборов и порогах стоит обобщающее слово. Все это. Это. Все. И вот только здесь подлежащее закончилось. А все это было медное, составное, именное, сказуемое. Вот так нужно было составить это предложение. Братья мои, если вы устали, вы можете всегда сделать перерыв. Но прошу вас, выполните это задание самостоятельно. Только набив руку, можно будет переходить к изучению текстов Священного Писания. Я вам крайне настоятельно рекомендую выполнить все эти задания. Удержитесь от искушения просто промотать запись вперед. Пожалуйста, скрупулезно и честно выполняйте эти задания. В дальнейшем это вам очень и очень пригодится. Ну что ж, продолжаем наше практическое задание. Творчество Александра Розенбаума нас тоже интересует. Оно должно быть изложено в виде синтаксической схемы. Задремал под ольхой Есаул на роздыхе, Преклонив голову к доброму седлу. Попробуйте составить синтаксическую схему. Остановите воспроизведение. Ну что ж, посмотрим во что мы превратили Розенбаума. Подлежащее здесь, конечно же, Есаул. Да и сказуемое, несложное, задремал. Задремал он у нас под ольхой, обстоятельства, места. На роздыхе, косвенное дополнение. И вот тут уже у нас есть диепричастный оборот. Те, кто его заметил, молодцы. Диепричастный оборот, относящийся к глаголу задремал. Задремал каким образом? Преклонив голову. Диепричастие помещаем на подставку. Преклонив. Преклонив что? Голову. Преклонив голову. Прямое дополнение. Винительный падеж без предлога. Преклонив к чему? К седлу. Не голову к седлу, а преклонив к седлу. А седлу какому? Доброму. Пойдем дальше. Глава семьи, отставной капитан с обвисшими, словно мокрыми усами и круглыми удивленными глазами, озирался по сторонам. Небольшая подсказка. Здесь есть сравнительный оборот. Будьте внимательны. Остановите воспроизведение и попробуйте нарисовать схему. Ну что ж, давайте проверим вас. Итак, глава семьи. Безусловно, это подлежащее. Он же у нас еще и капитан. Следовательно, это приложение. Глава семьи. Логически неделимое словосочетание. Хотя не будет ошибкой слово семьи поставить в качестве несогласованного определения. Глава семьи, глава семьи, капитан. Это у нас подлежащее. Сказуемое у нас озирался. Озирался каким образом по сторонам обстоятельства. Капитан у нас отставной. Мы про это уже забыли. Ну, ничего. Напишем сейчас. Ну, вот еще какая штука, братья мои. Этот у нас капитан имеет еще кучу характеристик. Он, вы видите, с обвисшими словно мокрыми усами и круглыми удивленными глазами. Это все характеристики капитана. Давайте попробуем поразмышлять. Собственно говоря, это капитан с усами и глазами. Это у нас однородные члены предложения. Поэтому мы их нарисуем на вилке. Но места я вам рекомендую оставить побольше. Потому что и усы, и глаза у нас будут еще кое-как определяться. Кое-как характеризоваться. Итак, это капитан с... Ну, и вилочку такую. Усами и глазами. Что можно сказать об усах капитана? Они обвисши, словно мокрые. Во-первых, они обвисши. Это у нас причастие. Помещаем причастие на подставку. Усами обвисшими, словно мокрыми. Вот здесь мы ставим косую черту. Пишем союз, словно мокрыми. Вот это наш сравнительный оборот, которым я вас пугал. Как видите, ничего страшного. Ну, и глазами удивленными. Удивленными это не причастие, а прилагательное. Поэтому просто пишем. Вот, собственно, и все. А, еще же они у нас круглые, эти глаза. Круглыми удивленными. Пожалуй, это у нас ведь будет вилка с вами. Поэтому давайте сделаем вот как. Нарисуем красивую вилку. Удивленными. Удивленными. А вот здесь будет у нас круглыми. Видите, как славно. Продолжим. Следующее задание. Надя проснулась и пошла к себе наверх. Легла и тотчас уснула. Будьте внимательны. Попробуйте нарисовать схему. Проверим себя. Подлежащее Наде. Оно у нас одно. Напишем его. И поставим вертикальную черту, отделяющую, подлежащее от сказуемого. А вот сказуемых у нас несколько. Проснулась, пошла, легла и уснула. Четыре сказуемых. Причем, обратите внимание, надеюсь, вы это сделали, что эти сказуемые соединены попарно. Здесь две пары сказуемых. Надя проснулась и пошла. Это одна пара. Легла и уснула. Вторая пара. Поэтому вилка у нас будет замысловатая. Проснулась и пошла. Легла и уснула. Пошла к себе. Пошла наверх. Легла и уснула. Не просто уснула, а сделала это тотчас. Обстоятельства, образы действия. Вот, собственно, и все. Продолжим. Восьмое предложение. Позже судьба еще сведет Бунина и Горького, как прямых соперников. Попробуйте нарисовать схему самостоятельно. Остановите воспроизведение. Ну что ж, попытаемся проверить. Подлежащая здесь судьба. Судьба сведет. Сведет еще. Сведет позже. Кого же сведет? Это злодейка судьба. Сведет она двух писателей. Бунина и Горького. И то, и другое. Винительный падеж без предлога. Прямое дополнение. Бунина и Горького. Она сведет их, как прямых соперников. Здесь у нас сравнительный оборот. Посмотрите. Бунин и Горький. Это и есть, собственно, прямые соперники. Вот в качестве прямых соперников их сведет судьба. Как это выражается на схеме? Вот здесь нам нужно нашу вилку закрыть. Поставить косую черту. Союз как? Как соперников. Причем каких? Прямых. Примерно вот так. Продолжим. С большим трудом я поднялся. Забрел в ближайший подъезд. Пытался платком унять кровь. Попробуйте составить схему. Ну что ж, давайте проверять и рассуждать. Подлежащее здесь одно. Я. Вот какая штука. Несколько действий. Несколько сказуемых. Давайте их посчитаем. Поднялся. Забрел. Пытался. Три однородных члена предложения. Союзов здесь нет. Поэтому вилка у нас будет трехзубая. Я поднялся. Я поднялся. Забрел. Пытался. Пытался. Поднялся с трудом. Там стоятельство образа действия. С трудом каким? Большим. Согласованное определение. Забрел. Куда? В подъезд. Подъезд какой? Ближайший. И пытался что делать? Обратите внимание, что сказуемое, третье сказуемое у нас непростое. Я не просто пытался. Я пытался унять. Это составное глагольное сказуемое. Пытался унять. А унять что? Кровь. Чем я пытался это сделать? Платком. Вот такое предложение. Следующее задание. Она собирала в чемодан Ольгины вещи, приготовила бутерброды и термос в дорогу, положила подарки для бабушки. Удачи вам в самостоятельном изображении схемы. Давайте проверим. Подлежащее здесь простое и единственное она. Сколько же здесь сказуемых? Посчитайте. Собирала. Приготовила. И положила. Причем союз И, стоящий после слова бутерброды, относится не к сказуемым, а соединяет бутерброды с термосом. Поэтому вилка у нас будет все равно трехзубая. Сказуемые у нас без союзов. Сказуемые союзом не соединяются. Сейчас она собирала. Что еще она делала? Приготовила. И положила. Собирала она что? Собирала она вещи. Винительный падеж без предлога. Прямое дополнение. Собирала она их в чемодан. Ваш что? Косвенное дополнение. Вещи, чьи Ольгины. Согласованное определение. Приготовила она. Приготовила что? Бутерброды и термос. И то, и другое. Винительный падеж без предлога. Поэтому это прямое дополнение. Но это однородные члены предложения. Их рисуем на вилке. Все это было в дорогу. Это такое хитрое, несогласованное определение. И бутерброды, и термос в дорогу. Поскольку в дорогу относятся и к бутербродам, и к термосу. Вертикальную линию мы ведем от общей горизонтальной. Ну и что же она положила? Положила она подарки. Какие это были подарки? Это были подарки для бабушки. Как-нибудь ухитритесь сделать так, чтобы вот здесь было красиво. Было видно, что эти вещи не соединяются. Продолжим. Надеюсь, вы не очень устали. Одиннадцатое предложение. Я, как капитан судна, обязан заявить. Оно довольно простое. Но, тем не менее, попробуйте сделать его самостоятельно. Давайте проверим. Самые проницательные из вас уже поломали себе голову. Есть ли здесь сравнительный оборот? Или это приложение с союзом как? На самом деле нам нужно ответить на вопрос. Являюсь ли я на самом деле капитаном судна в данном контексте? Скорее всего, да. Я обязан заявить именно в качестве капитана судна. Следовательно, это приложение. Я капитан. И вот здесь вот у нас будет союз как? Обязан заявить. Составное глагольное сказуемое. Не забыли ведь вы еще, что это такое? Да. Капитан непростой. Капитан судна. Вот, собственно, и все. Двенадцатое предложение. Белые акации стояли в цвету и наполняли воздух ароматом. Попробуйте сделать схему. Попробовали. Теперь проверьте себя. Итак, подлежащие у нас акации. Сказуемое у нас состоит из двух глаголов, однородных членов предложения. Стояли и наполняли. Стояли и наполняли. Стояли они, каким образом? В цвету. Такое обстоятельственное определение. Наполняли, что? Воздух. Прямое дополнение. Винительный падежи без предлога. Наполняли воздух чем? Ароматами. Косвенное дополнение. Да, ну и, конечно, акации были белые. Согласованное определение. Ничего сложного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok